Всем добрый вечер еще раз. Значит, мы с вами в прошлый раз почитали небольшой фрагментик про запечатывание благословений в храме. У нас получился довольно длинный разговор по поводу довольно маленького фрагмента. Это так часто бывает. И следующий фрагмент у нас связан с очередным тезисом Мишны. Я еще раз вернусь к самой Мишне. Мишна у нас на листе 54А. В Мишне, значит, говорится следующее, что все, про то, что мы в прошлый раз говорили, все завершения благословений в храме, в них говорилось вовеки, ад-гаулам, то есть до конца времен. Если иметь в виду, что слово влам носит, этимология слова влам связана со временем, да, хотя это означает мир, да, то есть это навсегда. А когда садукеи все испортили, а садукеи это те, кто не принимали вузную тору, отрицали вузную тору и отрицали, соответственно, концепции, которые в вузной торе существуют, это одна из них, это представление о будущем мире, то тогда стали говорить Гиткину, то есть сделали постановление, чтобы вот в это заключение благословения говорилось мин-гаулам ве ад-гаулам, то есть от века и до века, или по-другому, если читать, то от этого мира к другому миру, да, то есть упоминание двух миров, улам-газеи, улам-габа, этот мир и будущий мир, это был намек в самом вот этом заключительном благословении, про которое мы говорили в прошлый раз. А дальше в Мишне говорится А еще постановили, то есть заодно, а вот садукеи, значит, испортили, сделали это постановление, и помимо этого установили еще, что человек может спрашивать, как дела у своего товарища, шлом-хаваро, то есть все ли у него в порядке, шалом-бэшем, ну что значит бэшем, используя имя Всевышнего. По-видимому, это постановление, надо полагать, что раз постановили так, то, наверное, до этого было запрещено использовать имя Бога в приветствии, да, то есть получается, что приветствие сопровождается упоминанием имени Всевышнего, и это, собственно говоря, дополнительное постановление, которое сопровождало, получается, то постановление, о котором говорилось перед этим. И дальше нам приводятся цитаты, шенеймар, как сказано, И, по сути дела, приводят несколько цитат, цитаты из Писания, которые в каком-то смысле оправдывают вот это постановление. Одна из них, это вот Боас, который пришел из Байклэхема, из Вифлеема, и он говорит жнецам, Бог с вами, Хашем и Махеме, а они ему отвечают, и вархеха, Хашем, то есть да благословит тебя Господь. Получается, что здесь есть два приветствия, одно приветствие Боаса, он жнецов приветствует, а другое, это то, что они говорят ему в ответ, и они говорят ему в ответ, тоже используя имя Всевышнего. Веомар, а еще сказано, Гашем и Мха Гибор Гахаил, а еще сказано, с тобой Господь, мужественный человек, Гибор Гахаил, Хаил это солдат, или человек войны, а Гибор это мужественный человек, Гибор Ахаил, соединение вот этих двух слов означает, видимо, чрезвычайно мужественного человека. И это цитата из книги Шофтим, мы посмотрим, что это за цитата, кто к кому-то обращается, но в любом случае в этом приветствии тоже упоминается имя Всевышнего. Веомар, а еще сказано, Аль-Тавоз, Киз-Зик-На и Меха, а еще сказано, еще сказано в книге Мишлей, не Аль-Тавуз, слово Буз означает позор, срам, или издевательство какого-то, да, то есть здесь, опять же, посмотрим, что там за цитаты, цитаты из книги тоже Мишлей, ну, как бы не стесняйся того, что стара твоя мать, так можно было бы это прочитать, и вот эта цитата, она уже совсем непонятна, почему, да, то есть если перед этим были цитаты, которые, собственно говоря, действительно иллюстрировали тот момент, что в приветствии можно укаменять имя Всевышнего, то вот это непонятно почему. А еще одна цитата в Ваомар, «Эт ла асот ла ашем геферу туратеха», «Время делать для Господа и нарушили твою Тору». Это еще одна цитата, которая тоже непонятно каким образом связана вот с этим предыдущим тезисом, и мы, собственно, мы и Талмуд должны, по идее, это обсуждать. «Вы раби на танум геферу туратеха мишум эт ла асот ла ашем». А раби на танум говорит, «Нарушили Тору твою, поскольку пришло время что-то делать для Господа». Это туманная совершенно концовка, да, вот эти фразы о «Стара твоя мать» и «Время делать для Господа» и раби, который, раби на танг, который немножко видоизменяет эту фразу. Это совершенно туманно, непонятно, как это соотносится с предыдущим, ну или, по крайней мере, с высказанным тезисом. Но на этом, собственно говоря, заканчивается трактат «Броход» Мишны. То есть это последний фрагментик Мишны, который, собственно говоря, сейчас мы и посмотрим, каким образом обсуждает Талмуд. Ну, это я просто для того, чтобы мы себе представляли, да, что обсуждает Талмуд, потому что в Талмуде, как мы помним, обычно приводится только первая строчка этого кусочка, да, дальше идет обсуждение, и предполагается, что мы этот кусочек знаем. Теперь мы его более-менее представляем, видим, что там есть туман и вопросы, да, есть нечто более-менее понятное, есть менее понятные фразы в конце. Нам пока не очень понятно, почему вообще, какая в чем проблема упоминания имени Всевышнего во время приветствия. Ну, вот, по идее, сейчас Талмуд каким-то образом, может быть, ответит на наши вопросы, может, наоборот, создаст нам какие-то новые. И я возвращаюсь к нашей страничке, страничка 63а, там, где мы остановились. Первая строка как раз «Гиткину ши-е-адам ши-эль беш-лам хаверо вэ-хули» и так далее. То есть имеется в виду все остальное. И Талмуд спрашивает «Май вэ-омэр». Что такое «вэ-омэр»? А в Мишне вот эти самые и сказанные, и говорится, это, собственно говоря, приведение вот этих всех цитат. И, по сути дела, вопрос Талмуда получается какой? Зачем вот эти все цитаты? Зачем цитаты для того, чтобы что? Для того, чтобы понять, что упоминание имени возможно в приветствии. И дальше он, видимо, отвечает на этот вопрос. И Талмуд говорит так, что если ты скажешь, что Боас, на самом деле, сам самостоятельно решил вот так сказать, а именно приветствовать жнецов, используя в том числе имя Всевышнего, то на это иди и послушай, тогда тебе приходит другой стих, в котором говорится, что Господь с тобой – вот этот самый мужественный человек. Давайте посмотрим этот фрагментик. Это первый фрагмент мы даже не стали смотреть, потому что, в общем, а, ну, на самом деле, может быть, и нет, может, мне надо было бы, ну, если не посмотреть, то, по крайней мере, рассказать всем нам, что это за фрагменты, кто такой Боас. То есть это речь идет о книге Рут, и в книге Рут мы помним, что сама Рут возвращается с Наоми, борется с Раэль, и ей приходится собирать лекет, то есть собирать то, что остается после жнецов на поле специально оставляемые для бедных колоски. Она их собирает, и там как раз Боас, который является тем, кто в будущем возьмет ее в жены, его имя означает «в нем сила», «Боаз», «Аз» – это сила, «Боаз» – это человек, которому находится сила, и он ее уберет в дальнейшем в жены, согласно книге Рут. А здесь описывается эпизод, когда он приходит проверить, что делается на его поле, потому что она как раз, Рут собирает колоски на его поле, и он обращается к жнецам и говорит им, приветствует их, используя имя Всевышнего. Ну, а дальше он им говорит, что вот эту девушку не обижайте, и пусть она будет с вами, пусть она собирает, это вот этот эпизод. А теперь нам Талмуд говорит, что возможно, что Боас по собственному желанию использовал имя Всевышнего в приветствии, и поэтому этот эпизод не может являться основанием для того, чтобы ввести такое правило, потому что, по сути дела, к нам говорят «гиткину». «Гиткину» – это, значит, постановили. Постановили, что можно, значит, раньше было нельзя. А Боас, может быть, нарушал, да, получается. Боас, возможно, нарушал, и поэтому приводится следующий стих. И следующий стих мы посмотрим откуда. Это книга «Шофтим».